Здравствуйте, друзья! Мы продолжаем курс МОСТ, курс ГЕШЕР. Сегодня мы поговорим об искусстве жизни. В последние лекции мы говорили про физиотерапию мысли. Мы говорили о том, что если мы предложили, точнее, новый подход, как сражаться с тем, что мы называем травмами прошлого, говорили о том, что надо понять, во-первых, что там есть факты, что чувства, что мы додумывали, скажем так, понять то, что есть какие-то, возможно, пробелы в информации, попросить у Всевышнего помощи. В настоящем то же самое. Постараться попытаться осознать, где мы находимся, где есть информация, а где мы додумываем, где наше иногда нехорошее воображение происходит. Мы предложили, что есть несколько, скажем так, маячков, с которыми стоит соединиться. Один такой маячок — это Тора. Еще один маячок — это Мудрецы, конечно же, потому что мы говорили о том, что если мы ставим всю правду внутри на наши ощущения, на чувства, наш рационал, то мир становится очень субъективным, и мы можем как бы съехать с рельс, отделиться от реальности, и иногда это происходит с целыми отсеками большими обществом. Мы это часто видим, особенно сейчас, мы это видим часто по телевизору, что происходит в мире. Не буду вдаваться в подробности, каждый вот тут вот додумает, как он хочет. Мы, понимаете, у нас маячки очень серьезные. У нас какая-то традиция, которая проходит на протяжении трех с половиной тысяч лет и как-то пытается отделить истину от плохого воображения. Вот. И мы сейчас продолжим дальше. Мы поговорим о более внутренних вещах, об искусстве жизни, о том, что вообще, что нам поможет вылечить более глубокие уровни нашей сущности. Потому что вот как бы в этой лекции, в этой серии лекций мы говорили о разных вещах, мы говорили об ощущениях, об эмоциях, о мысли, о воображении, да, о логике. Ну, все это, все это инструменты довольно-таки внешние. И, конечно же, так, как говорит и святая Тора, мы это знаем, то, что у человека есть душа. А душа — это что-то вечное. То, что называется хелик элок амиман. Это часть прямо от самого Всевышнего, которая находится внутри нас. И все прошлые шаги мы как будто бы делали чистку. Потому что если... Если человека как бы загружают все вот эти вот эмоции, чувства, воспоминания, он находится в не очень чистом сознании, его душа, она в любом случае как бы хочет проявиться в этом мире. Хочет... Она все равно есть, понимаете? Это не далеко от нас. Это не за тысячи километров. Она тут, она находится прямо тут, вот там же, где находится каждый из вас, который смотрит это видео, да. Это не та история, которая надо там, давайте посмотрим через 10 лет. Это или там через вечность вы дойдете до какого уровня. Нет. Тора говорит то, что это недалеко от вас. И очень близко от каждого человека, там, где он находится. Всевышний находится и наверху, и внизу, везде. И мы предлагаем, что искусство жизни это вот то, то, что дает человеку проявить свои внутренние, самые глубокие качества. Мы говорили немножко о наших, как бы, инструментах. Мы можем сказать то, что наши инструменты, это, конечно же, наши пять чувств. Зрение, обоняние, вкус, ну и так далее, да. Слух. Не знаю, что забыл. Но дальше у нас есть более тонкие, как бы, качества, через которыми мы познаем мир. Так как интуиция, какая-то, это называется бина, да. Когда мы от одного факта, мы можем сделать лесенку и понять другой факт. Это называется юда давар ми тох дава. Какая-то, вот, можно сказать, логика, но как, но это чуть тоньше, чем логика, потому что логика это абстрактная вещь, а тут с такими, с логическими, может быть, инструментами, но вместе с интуицией мы понимаем от одного факта, мы понимаем следующий факт, да. И у нас еще одна есть такая возможность, через которую мы тоже получаем информацию и тоже ее передаем. Это мы передаем какую-то информацию от других людей или другим людям. Так мы учимся, да. Называется каббала, кстати. Каббала – это получение. Получение от другого. Конечно, мы это делаем и на очень, как бы, таком примитивном уровне с помощью подражения. Мы учимся у других людей, мы читаем, мы можем как-то наблюдать за поведением других людей. Через это мы тоже, понимая, получаем информацию, вот, как бы, от мира. Но даже глубже, чем вот это вот все, там у человека есть душа. И душа, конечно, это то, что очень тяжело об этом разговаривать. И с другой стороны, это есть. Очень тяжело логически это объяснить. И с другой стороны, это тонкая вещь. С другой стороны, у этого дела есть очень большие, очень масштабное влияние на нашу жизнь, на жизнь каждого из нас. И, конечно же, одна из задач человек, как называется на иврите ледоккабо, как бы, прикрепиться к Всевышнему. Как это мы делаем? Мы, конечно же, это делаем. Когда мы прикрепляемся вот с самой этой внутренней частью и делаем это, конечно же, по своим обязательствам. Евреи должны это делать через Тору и Свод. Это тоже инструменты, через которые мы это делаем. И дальше мы объясним этот факт, скажем так. Но вот это вот, как бы, несознательное, подсознательное. И мы не будем вдаваться специально сейчас в эти термины. Потому что часто очень в психологии один и тот же термин значит разные вещи. Люди спорят насчет терминов. Но вот то вот глубокое то, что у нас внутри есть. И то глубокое и хорошее то, что у нас внутри есть. Вот тот вот свет, через который Всевышний разговаривает и с миром, и с нами. И когда мы соединяемся вот с этим, очень глубоко соединяемся. И тогда мы приходим к тому, что называется шалом. Шалом это шлемут. Шалом это не только мир. Это мир между душой и телом. Шалом это та штука, которая может соединять между противоположностями. Говорится об этом шлому амелах, амелах шаа шалом шалом. Тот король, который мир его. И много мудрецов насчет этого говорили. Вот этот вот шалом это чувство целостности. Целостности души, тела, мира. Вот это вот то, к чему мы все стремимся через разные инструменты. Иногда мы не знаем, куда мы идем, да, но душа, она очень сильная у человека. Это то, что вечное, да. Это то, что проходит с человеком всю его жизнь. Говорят то, что тело, все клетки человека меняются каждые семь лет. Человеком меняется может поведение, человеком может поменять какие-то свои качества, заменить плохие свои качества на хорошее, осознать что-то, поменять место жительства. Но вот душа это та часть, которая с человеком находится всегда. И вот это вот, как говорится, вот это вот и есть человек. Человек это не его нога, это не его рука, это не его мысли, это не его ощущения. Все это, это проявление чего-то, да. А душа это вот есть тот самый человек. И тогда вопрос, как мы говорили, вот до сих пор мы говорили, как какие-то более поверхностные вещи, но как проявить вот то, что есть у нас внутри, в мир? Мы можем поговорить об этом, конечно же, на совершенно разных, через совершенно разные аспекты, через совершенно разные слова. Мы можем сказать то, что это любовь. В том смысле, что, возможно, как родители смотрят на детей, когда они, может быть, маленькие, они хотят, они любят, они хотят, чтобы они проявили то, вот самое истинное, то, что есть у них внутри. И это очень много. Так же с нашими близкими людьми, когда мы их любим, мы хотим, чтобы вот то вот хорошее, оно проявилось, да. И как это проявляется? Это проявляется, вот мы предлагаем, что это проявляется через искусство, то, что называется искусством. Потому что искусство, это когда мы из потенциала превращаем что-то в, ну, проявляется в потенциал. Можно сказать, это не свой потенциал, а потенциал души, да, и вот это вот есть искусство. Дадим пример. Часто работа инженерная, в которой тоже есть искусство, это какая-то вещь, которая идёт накопительность, шагу, постепенно, скажем так. В спорте тоже мы делаем постепенно, но в каждом вещи, высшая ступень, это искусство, это то, что мы понимаем. И вот когда мы там хлопаем какому-то потрясающему спортсмену, гол, или когда мы восхищаемся какой-то рисунком каким-то, когда человек делает какой-то прорыв, да. Когда что-то, вот холст пустой, становится чем-то. И вот это что-то, это проявление внутреннего, внутренней этой субстанции в человеке. Конечно же, это происходит, может происходить после того, как человек научится какому-то базовому ремеслу. Если это футбол, то это футбол. Если это пение или рисование, скульптуру, ну и так далее, да. В каждом этом ремесле, когда человек, и потом, вот это дело дает выразиться вот тому внутреннему. Но что делать, если мы не все люди искусства? Если мы занимаемся всем, чем мы занимаемся, да. Мы занимаемся кто-то бухгалтер, кто сантехник, кто психолог, кто водитель. Каждый, чем занимается, чем он занимается, да. Как мы можем проявить искусство? Ну, что это такое вообще? Мы сказали уже то, что вот это вот искусство, а это самое главное, это искусство жизни, потому что когда мы проявляем то, что у нас есть, то, что Всевышний дал нам, мы проявляем, ну, можно сказать, мы проявляем его в этот мир. И для этого мы сюда пришли. Это очень-очень такая интересная вещь, потому что человек, он создан из двух совершенно противоположных субстанций. Он создан из чего-то очень физического и из чего-то очень духовного. Много книг написано про вот эту вот войну, которая происходит между физическим и духовным. То, что физическое, это такое вот временное, да, духовное, это вечное, и каждая хочет. Ну, что это такое шалом, когда вот эта точка равновесия, точка тогда, когда каждая на своем месте. То, что вот этой вот физической рукой можно нарисовать и проявить что-то очень высокое, которое поймем или мы, или люди вокруг нас, поймут Всевышний, да, вот это вот дело. Мы уже говорили, что с помощью разговора, или то, что разговор, это такое базовое искусство. Мы об этом начали говорить в одной из первых наших лекций. Мы все умеем разговаривать. И это такое, понимаете, мы же подбираем слова. Мы можем описать одну и ту же вещь совершенно разными словами, разными предложениями. И это как будто бы базовое искусство человека. Базовое не в том смысле, что оно самое примитивное, а наоборот, оно самое обширное искусство. С помощью этого искусства мы можем добраться и не только проявить и вылечить, и вот эти вот внутренние уровни нашей души, нашего нефеша. Как мы это делаем? И почему это так происходит? Вот этот вот секрет разговора, он очень-очень такой интересный секрет, да. И начнем с шутки, скажем так. Что это такое абра-кадабра? Это я создам то, что я говорю, да. Вот это вот и есть то, что говорили в этих вот, не знаю в каких сказках, да. Но по факту у разговора очень сильная сила. Если человек очищает свой разговор и не говорит сплетни или не оскверняет кого-то, не выносит плохое имя кому-то и так далее, чем, к сожалению, занимаются много, ну вот то, что люди смотрят в телевизоре, не только говорить, но и слушать это не очень хорошо. Но чем больше человек очищается, чем у него слова более увесистые, да. И он говорит, и это более проходит и к другому человеку, и просто как бы пронзает реальность. И мы это говорим наружу, но так же это и работает и вовнутрь. Обычная психология, когда человек сидит с психологом, и, конечно же, Зигмунд Фройд, который был из его бабушки, дедушки были хасиды, он это знал. Потом, конечно, это чуть-чуть забылось дело, но вот этот вот секрет, что через разговор человек может облегчить, излечить, проявить свое то внутреннее, то, что в нем находится, да. И, конечно, это нам как будто бы уже понятно, потому что люди ходят к терапевтам, люди ходят к друзьям, разговаривают о своих каких-то там сложностях или наоборот, каких-то триумфах. И вот это вот нам помогает и выиграть, и подняться над своими какими-то тяжелыми историями и проявить то вот прекрасное. Люди это делают сейчас в каких-нибудь там подкастах, делают это через песни, через разные формы, да. Мы поговорим сейчас о двух субстанциях, да. Одна субстанциях, то, что вот эта вот форма искусства, вот эта вот форма проявления души человека, она очень важна, надо на ней очень следить. Мы предложим две формы этого делать сейчас. Одна форма как, скажем так, одна форма терапевтическая, а вторая форма она искусства. Конечно же, они складываются вместе. Терапевтическая форма этого дела это такая. Не обязательно искать друга или психолога. Можно поговорить с Всевышним самым. И об этом нам говорит Раби Нахман. То, что вот там мы находим такое место, находим пространство, в котором мы можем выразить Всевышнему весь наш внутренний мир. И с помощью этого, можно сказать, вылечить, освободить эти болевые точки внутри каждого из нас. Без того, чтобы далеко ходить, скажем так. Может быть, сначала это покажется странно. И это, как ни странно, очень тяжелая вещь. Но мы можем это понять логически, что если Всевышний находится везде, Он каждого из нас слышит. Он слышит не только наши слова и движения, а слышит наши мысли. Но для того, чтобы это сработало, это надо делать с помощью силы речи. Надо пойти в какое-то тихое место. И это делали все. Это делал Давид Амелох. Так он молился Всевышнему. И из-за этого вышли Таилим. Из-за этого делали, конечно, Святой Баишем, Тов, Раби Нахман, все пророки и так далее. Вот это вот тот инструмент, через который мы можем и соединиться с Всевышним, наладить с Ним интимную, очень личную коммуникацию. Вместе с этим мы сможем вылечить те глубокие места, о которых нам не хочется разговаривать ни с кем. И мы не можем об этом ни с кем разговаривать. И помочь этому мы можем только разговором напрямую с тем, кто сделал этот МИН. И в-третьих, эффект этого, он эффект того, что вот это вот искусство, искусство речи, можно сказать ораторское искусство, но это когда мы разговариваем с Всевышним, Всевышний нам начинает, ну мы получаем обратный свет, скажем так. И мы видим, как с помощью этого наша жизнь начинает трансформироваться. Конечно же, вот эти вот глубокие ступени души человека, вот проявление их через сначала разговор с тем, кто сделал этот МИН, и потом мы видим фидбэк в реальности, как это проявляется. С помощью молитвы, да, мы молимся, это тоже вид искусства, высшего искусства. Мы берем вот то, что у нас внутри есть, и посылаем это в небо. Смотрим, как это к нам вернется, потому что он точно слышит, он точно слышит всех. Конечно, с этим надо соединить нашу веру, уверенность, терпение, другие силы. Вот и это есть то искусство, искусство жизни, с которым мы начинаем, через которое мы начинаем коммуницировать с миром на совершенно другом уровне. Конечно, нужно сказать еще о двух вот глубоких факторах. Это Тора и такая глубокая молитва. Потому что, когда мы коммуницируем, молимся, рассказываем Всевышнему, все самые маленькие нюансы нашей души. Некоторые люди привыкли это делать в письме, но мы говорим именно про речь. Так говорили наши мудрецы. Это то, что нас отделяет от животных, вот этот вот аппарат. Речь, она уже в этом мире, мы переводятся, вот уже что-то осязаемое в этом мире. Это не наши мысли, потому что мысли, они такие абстрактные. Когда это проходит в речь, это уже становится настоящим. И вот с помощью этого искусства можем по-настоящему не только вылечить, но и проявить, пустить энергию эту и вывести свою жизнь на совершенно другой уровень. И для этого не нужны ни какие-то деньги, ни финансы, нужно желание. Конечно, все это не отменяет другие какие-то способы. Есть люди, которым надо поговорить с профессионалами, взять какие-то более специфические курсы по приобретению каких-то навыков и так далее. Но это стоит в базе. Вот это вот то, что называется Идвода Дуд. И то, что называется Тора. Потому что вторая вещь, кроме Идвода Дуд, это учение Тора. Потому что когда человек вот это вот учит, и особенно люди, которые очень с этим, которые связаны с Торой, или это связано через поколения, даже если это прыгает какие-то поколения, или у человека есть внутреннее какое-то знание, то, что ему с этим надо связать. Это с помощью учения Тора, это, конечно же, громадная терапия. Потому что когда человек обновляет внутри, у него что-то проявляется, какой-то свет через учение, он этим самым, конечно же, вот эти вот внутренние, свои самые внутренние, свои части души, конечно же, он и очищает, и соединяет с источником и так далее. Так что сегодня мы поговорили о такой вещи, о той вещи, то, что после того, или во время того, до того, как мы очищаем или понимаем, что у нас есть эмоции, и понимаем то, что у нас есть воображение, которое иногда нам показывает совершенно другую картинку мира, чем она есть на самом деле. Какие-то травмы прошлого, которые крадут у нас энергию, или какое-то настоящее, которое не дает нам space, в котором мы можем принять решение. Самое эффективное, самое дешевое, что мы можем делать, это напрямую попросить того, кто сделал мир, и рассказать ему все в самых мельчайших деталях. Я как-то разговаривался с одним человеком, и он мне сказал такую вещь. Ты знаешь, что это такое? Есть такое выражение, насколько он велик, настолько он и скромный. Говорится про Всевышний, да? А что это такое? Он говорит, ну, посмотри, это то, что создало всех людей, которые знают, как крутится каждый о том, каждого вокруг электрона, ну и так далее. Все эти планеты, галактики и так далее. Вот настолько, насколько он великий, насколько он и скромный в том смысле, что он может спуститься в самую низкую точку, в самому человеку, в самому простому человеку. Потому что если мы возьмем людей, которые в этом мире, какие-нибудь люди, которые знаменитые, богатые, знающие в чем-то, которые очень четко понимают что-то в каком-то узкой сфере, ну и так далее. Подойдет к нему какой-нибудь простак, и это не факт, что у него будет на это время, и он сможет ощутить, ну, как бы, боль этого человека. А Всевышний, это не так, это наоборот. Настолько, сколько он велик, настолько он сможет спуститься и прочувствовать самые маленькие нюансы. И он дал мне такую, этот человек дал такой пример, он говорит, если у тебя даже шнурок один чуть сильнее завязан, а второй чуть меньше, ему это неприятно настолько, насколько он велик и сделал все это. Из-за чего я это говорю? Или кто-то положил вместо двух ложек сахара одну, или вместо, наоборот, без сахара, с сахаром положил, ему это плохо. Вот настолько человеку некомфортно в какой-то ситуации, ну, как бы, метафорически Всевышний это ощущает намного больше, но это потому, что он великий. И почему мы это говорим? Потому что, когда мы разговариваем или молимся с Всевышним, не надо ему приносить те вещи, которые нам в молитве имеют. Вот самые важные. Наоборот, личная связь или интимная связь, так как с человеком, так и с Всевышним, это не только про самые большие вещи. Ну, и про самые маленькие. Иногда, потому что мы, если нам важен какой-то человек, нам важно знать даже про какие-то маленькие истории. И когда мы молимся, когда мы используем этот аппарат речи, чтобы молиться ему, чтобы рассказывать, делать это вот идут, тем самым мы и лечим, и пускаем энергию, и освещаем самые-самые и глубокие, и самые болезненные точки, и самые прекрасные, можем проявить самые прекрасные места, качества своей души. Всего самого хорошего. Счастливо.